Добрый день! Приветствую всех на нашей секции, которая называется «Главные вопросы по СОИ». То есть, почему главные вопросы? Ну, так назвали, да? Но на самом деле это вопросы, которые чаще всего встречались в сезоне, всех беспокоили. То есть, конечно, из года в год вопросы повторяются, но бывают ежегодно какие-то свои особенности, как вот сейчас мы видели на пленарной сессии про склеротинию. Поэтому обсудим эти вопросы с экспертами, постараемся меньше говорить о продуктах, больше говорить о технологии. О продуктах только в том случае, если необходимо привести какой-то пример, потому что продукты разные, да, подходы, разобраться с подходами – это совсем другое дело. В первую очередь, конечно, огромный блок вопросов связан с инокуляцией. Что дает инокуляция, да, какая прибавка белка, урожайности. Понятно, что тут профессионалы, специалисты сидят, и многие знают, что, естественно, сорт. Во многом, да, решает сорт, влияет на содержание белка. Также важно макропитание. Ну, что касается инокуляции, то симбиоз сои с азотофиксирующими бактериями – еще один очень важный элемент, влияющий на потребление сои и азота и накопление белка. И поэтому, вот, для того, чтобы коснуться немножко глубже этой темы, я бы хотела попросить нашего эксперта Григория Борисенко рассказать о влиянии инокуляции на качество и урожайность сои. То есть, что было замечено, какие вот важные моменты по этой теме. Как влияют инокулянты? Мы все понимаем прекрасно, что соя – это культура, которая выносит большое количество азота. Плюс-минус в среднем, если взять на тонну урожайности, вынос составляет где-то 80 килограммов в действующем веществе. На большой вынос элементов питания необходимо давать, а, либо минеральные удобрения в большом количестве, просто так она из почвы их не возьмет, либо компенсировать их за счет инокуляции, так или иначе. Если мы посмотрим на график потребления сои азота, то можно увидеть, что в первые периоды своей жизни, до генеративных фаз, соя потребляет всего 7-10% азота от общего выноса. Основное потребление азота приходится на генеративные фазы, на так называемые R-фазы. Фазу бутонизацию, фазу начала налива бобов, фазу созревания. Соответственно, если посмотреть на эффективный период работы культурных штаммов инокулянтов, можно увидеть, что культурные штаммы работают от начала, от первого тройчатого листа, когда начинается образование клубеньков, практически до конца генеративных фаз. Пока происходит налив бобов и отток, соответственно, из накопленных ассимилиантов до отток азота для качества. Если мы посмотрим на период работы аборигенных бактерий, у них не стоит никакой задачи кормить сою весь сезон. Их основная задача, как можно сильнее размножиться и уйти в зиму в следующий год. Им уже не нужно свою даму кормить, как в первый год взаимоотношения. Поэтому аборигенные бактерии не способны полностью сою обеспечить азотным питанием. Этому есть много данных. Существует специальный институт питания растений. По данным 20-летним, реакция на инокуляцию по 50 опытам, хоть с предшествующим высевом сои, хоть с ее историческим отсутствием, всегда есть. И она составляет от 5 до 6 центнеров. Также немаловажный момент по поводу белка. Специально не стал пользоваться импортными данными. У нас сейчас импортозамещение. Сделал небольшую подборочку, вырезку. Это Белгородский аграрный университет имени Василия Яковлевича Горина. Данные за 15-16 год по инокуляции определенными штаммами. Естественно, опыты проводили не на своих сортах. Ну, туда бара немножко зачесалась. Белгородская седьмая, я думаю, вы все понимаете прекрасно, что это один из основных сортов. Его до сих пор 20% сельхозтоваропроизводителей в своих посевах сеют. Любят за стабильность, надежность. Достаточно пластичный сорт. И справа мы можем посмотреть, если обратим внимание, да, в среднем за 2 года, какая прибавка была по белку, как реагировал сорт на инокуляцию. Для того, чтобы надуляция произошла, для того, чтобы клубеньки нормально функционировали, существует большое количество абиотических факторов. И к ним относятся и азот, и влажность, и там сухо засушило, еще что-то. И солома, и агротехника. В случаях, по которым надуляция может не приносить, достаточно большое количество. Возникает вопрос, какую гербицидную систему выбрать. Но сорные растения, вот проблематика, она немного меняется. Каждый раз возникают свои сложности, свои определенные сорняки по сезону всплывают. Хотела бы тоже спросить, какие сорные растения считаете проблемными? То есть проблемные, которые сложно контролируются, наибольшую головную боль доставляют. То есть что можете отметить, какие сорные растения? Марь, щирица. Падалица подсолнечника не очень беспокоит, да? Тоже беспокоит. Ну, видим, что много сорных растений. Вот действительно вопрос, правильно будем говорить, да? Резистентные щирицы беспокоят, Марь, падалицы подсолнечника. Хотели бы осветить вот эту проблематику по тему резистентности. И для этого хочу передать слово Александру Скворцову, чтобы он немного нам эту тему осветил. Прежде чем перейти к теме щирицы, предложенных нами методами борьбы, нужно разобраться с понятийным аппаратом. То есть вопрос именно от вас, были заданы борьба с устойчивой щирицей. Вот устойчивость и резистентность, это, во-первых, не одно и то же. То есть устойчивость, это заранее присущий вредному организму способность не поддаваться воздействию определенному гербициду в определенных дозировках. Резистентность – это уже приобретенный признак, то есть тот, которого изначально не было. И далее в результате нашей с вами деятельности, в результате опрыскиваний многократных много лет, этот признак начинает проявляться. То есть классическим примером устойчивости применительно к сои хочется сразу назвать это Марь свыше четырех пар листьев. Она изначально устойчива к абсолютному большинству гербицидов. Этот признак, этот восковой налет, который не позволяет гербицидам проникать внутрь этого растения, он был всегда. Так вот щирица никогда не была устойчивым сорняком, то есть абсолютное большинство гербицидных молекул ее надежно контролировало. Ну если только она там по колено не перерастала, там или шесть пар листьев. Но сейчас начала появляться информация, и вы наверняка тоже сталкивались, что появляются пока не массово проблемы с контролем щирицы при помощи гербицидов, относящихся к группе блокирующих ферментов цета лактат синтетаза, то есть к сульфанилмочевидам и к эмидозаленонам. Такая проблема, она не массовая, но она есть. Поэтому прежде чем предлагать методы борьбы, нужно диагностировать вообще, есть у вас эта проблема со щирицей или нет. Вот на следующем слайде как раз показаны косвенные признаки резистентности в поле. Ну не только щирицы, а любого сорняка. Чтобы их вам не читать подробно, можно кратко сформулировать, то можно подозревать наличие резистентности, если один и тот же сорняк в нескольких звеньях севоборота несколько лет подряд выживает при обработке рекомендованными летальными дозами гербицидов, относящихся к одной группе. Причем эта закономерность должна прослеживаться четко, исключая неправильное применение. То есть вы должны точно быть уверенными, что препарат действительно лег в землю и что были соблюдены регламенты применения. Это теория, то есть это можно заподозрить. Как можно установить, есть резистентность той же щирицы или другого сорняка или нет. Ну тут приходит наука и примительно гербицидам сразу можно назвать два метода, биологический и молекулярный. Биологический, если кратко его описать, это фактический опыт вегетационных сосудов, то есть отобрали семена от подозрительной популяции, высеяли их, обработали раствором определенного гербицида и сравнили эффективность с эталонной популяцией, где точно резистентности нет. Этот метод, казалось бы, общедоступный, это может сделать в принципе каждый, но он очень трудоемкий, он долгий и он малорепрезентативный. То есть применяя биологический метод, можно точно сказать, что есть резистентность к конкретной этому гербициду или нет. Более совершенный метод это молекулярный, он требует специального оборудования, он требует специально обученных людей, методик. Вот он как раз-таки позволяет определять наличие мутаций, которые отвечают за резистентность уже к целым классам и применительно к той же щирице можно ответить на вопрос, резистентна ли популяция с вашего поля только ли к сульфанилмочевинам, только ли к имидозаленонам или, как чаще бывает, сразу и к тому, и к другому. Компания Сингента, как всегда, идет в авангарде всех инноваций, поэтому в этом году у нас уже запущен и опробуется на практике проект по мониторингу резистентности. Мониторинг резистентности касается не только сорняков, но и болезней и вредителей. Применительно к сорнякам в этом году и применительно к сои мы уже отбирали пробы и сейчас проводим анализы таких сорняков на резистентность, как щирица и амброзия полуаналистная. Ждем результатов. Поэтому на ваш возможный вопрос, как этот сервис будет работать, я могу пока четкого ответа не дам, но если у вас есть подозрения, обращайтесь к нашим региональным сотрудникам, чтобы они правильно отобрали пробу в нужное время по нужным признакам, и мы попробуем вместе ответить на этот вопрос. Есть ли у вас резистентная щирица? Да, действительно встречаются случаи, особенно в Центральном Черноземье. С юга больше по амброзии есть вопрос, а в Центральном Черноземье щирица. Но хотел бы отметить, что все-таки основные действующие вещества, это как раз применяемые на сои, и все в оборотах, это сульфанилмочевины и медозалиноны. Можешь, Александр, сказать, все-таки на какие действующие вещества обращать внимание, чтобы бороться с этой проблемой? Да, тоже немножко зайду с теории, буквально на две минуты. Все-таки щирица – это очень высокопродуктивное с точки зрения семян растение, но абсолютное большинство семян сходят все-таки из поверхностного слоя. То есть первая волна щирицы в стандартный год, стандартный, повторяю, она самая вредонестная, поэтому логично применять всегда почвенные гербициды для контроля щирицы как с точки зрения ее биологии, так и с точки зрения антирезистентной стратегии. Почему? Потому что почвенные гербициды, все молекулы, как вы знаете, относятся к другим классам, к ним резистентности пока ни одного случая еще не установлено, поэтому здесь как бы сразу убиваем двух зайцев. То есть учитываем и биологию, и контролируем другими молекулами те всходы щирицы, которые вы подозреваете, что имеют резистентность. Для контроля существует большое количество препаратов. Нашей компании в арсенале есть три из них. Это известный вам Гарда Голд, вот как раз его работа, свежий пример с Воронежской области с 20 этого года, 2023. Также есть Гизагард, есть Дуал. Дуал, напомню, особенно у тех, у кого есть и свекла, в том числе, мы вернули в портфель, и он есть в продаже. Обратите внимание на эту фотографию. Как фолиарно защищать поле, если есть резистентная щирица, и почвенник вы не применили? Достаточно будет сложно сделать. То есть щирица для наших продуктов является целевым объектом и обеспечивает контроль где-то 90 плюс процентов. Если говорить о фолиарных гербицидах, то тут, естественно, логика простая. Нужно применить вещества с отличным от блокировки ЛЭС механизмом действия, и в нашем арсенале появился, уже успешно продается и работает такой продукт, как флекс на основе фомософена. Фомософен обладает не только контактной активностью именно к щирице, но и небольшой почвенной активностью, то есть он контролирует ее при достаточной влажности почвы и на стадии всходов. Дополнительным бонусом от применения флекса будет также контроль такого сорняка, как послен, поздновходящего, и падалицы подсолнечника любых технологий. Причем данный продукт максимально полно себя раскрывает в смеси с нашим грамицидом фюзелат Форте. То есть смесь полтора литра флекса и от литра до полутора фюзелата Форте – очень хорошее решение. На щирицу посмотрели, как раз еще вопросы были из зала по поводу падалицы подсолнечника. В центральном членоземье большие площади, больше миллиона гектар, поэтому, скажем так, тоже головная боль, постоянно вопросы возникают. То есть чем его контролировать, есть ли какие-то новые решения, наработки, на чем сфокусироваться, на каких продуктах, классах, классах, да, не говорим о продуктах. И, собственно говоря, марь. Дополнись, пожалуйста. Хорошо. Вначале по падалице. Тоже немножко из биологии сорняка, позвольте напомнить. Рано всходящий сорняк, то есть сходит он обычно раньше сои. Вот. Далее мы находимся в Черноземье, поэтому абсолютное большинство здесь площадей – это либо имя, либо сульфоустойчивый подсолнечник. Плюс не допускаем также идеи перекрестного поления, если у вас классика. То есть в голове держим тот факт, что, скорее всего, у вас падалица не классическая. Поэтому, да, не все препараты будут работать, но хочется напомнить немножко про агротехнические методы борьбы. Почему? Потому что падалица подсолнечника – это тот сорняк, который мы фактически сами высеваем в поле. То есть нет никаких там очагов, чтобы падалица подсолнечника, там, не знаю, с лесопосадок залетала на поля. То есть единственные источники засорения – это потери при уборке, потери при транспортировке и потери от полегания физиологически зрелых растений при поздней уборке. Поэтому, снижая потери при уборке и при транспортировке и не выращивая заранее гибриды, склонные к прикорневому полеганию, вот эти способы как бы позволят существенно сократить засоренность данным вида сорняка. Второй момент как бы из теории севоборотов. Да, понятное дело, размещать сою по подсолнечнику – это не совсем хорошо и с точки зрения общих болезней, тем не менее, на практике такие случаи бывают. И если это произошло, тут надо заранее как-то организационно предвидеть или запланировать возможные механические методы борьбы. То есть подсолнечник убирается поздно, глубокую обработку вы не сделаете. И, соответственно, нужно будет, точнее, очень вероятно, что у вас будут массовые сходы падалицы подсолнечника до всхода в сой. То есть, возможно, следует подготовиться к проведению, но там уже по факту надо будет смотреть, либо к дополнительной культивации, или, может быть, даже к до всходовому боронованию, смотря по ситуации в поле. Если говорить о молекулах, которые могут контролировать сульфы и ими падалицу подсолнечника, то таких молекул на память приходит мне четыре. Это фомософен, про который я уже сказал, ацифлоорфен, бентозон и кламозон. Примительно к нашей линейке, как я уже сказал, фомософен проявил себя очень хорошо с точки зрения контроля падалица подсолнечника. Более полно он работает в смеси с фюзелатом Форте, но тут нужно учесть некоторые технические моменты этого продукта. Это чисто контактник уже применительно к подсолнечнику, поэтому эффективность любого контактного препарата очень сильно зависит от качества опрыскивания. То есть, чтобы у вас падалица подсолнечника погибла от применения фомософена, нужно, чтобы максимально близко рабочий раствор попал на точку роста, или на саму точку роста он попал. Поэтому по расходу рабочей жидкости рекомендации 200 литров, а лучше 250. По скорости не летим. То есть, чем быстрее едем, тем меньше вероятность, что обожжем только листья, а вот куда надо раствор может теоретически и не попасть. И по фазе. Флекс смеси с фюзелатом хорошо контролирует падалицу подсолнечника в фазу первой пары развернутых листьев настоящих, поэтому перерастание желательно не допускать. Как раз на этом слайде показана эффективность опыта сравнения, как работает флекс смеси с фюзелатом. Дозировки 1,6 литра на гектар плюс литр как раз вот на опытной станции в Рамоне. Как вы видите, спустя две недели после обработки эта смесь контролировала подсолнечник, причем не падалицу. Обращаю ваше внимание, это был F1 на уровне 94% с некоторым снижением через месяц и 5 дней. Если бы здесь была падалица, где уже произошло расщепление признаков, то контроль был бы близкий к 100% и больше 90% было бы спустя месяц. То есть смесь обкатанная, отработанная. На ваш возможный вопрос, что еще делать, я сказал, что есть еще другие молекулы. По бентозону тоже контактник. Здесь, если у вас сильная проблема с падалицей подсолнечника, нужно не экономить с дозировкой все-таки. Если вы используете классическую, самую популярную до некоторого времени схему бентозон плюс тифенсульфурон метил, то все-таки, если у вас тем более сульфа падалица, то работает только бентозон, и дозировка его должна быть 2,5 литра на гектар. Никаких 1,5, никакой экономии. И кламазон. Смотрите, еще один вариант по контролю падалица подсолнечника. То есть здесь приведена баковая смесь флекс 1,5 фюзелат форте литр, и кламазон 4,8 и 0,3 литра на гектар. Обратите внимание, погиб подсолнечник в фазе трех настоящих листьев. То есть вот три решения, четыре молекулы, которые, в принципе, работают по падалице подсолнечника, и в нашем арсенале они тоже есть. Последние несколько лет, и вот, готовясь к этой сессии, тоже поступал вопрос, что делать с ЛМР, что делать с перноспорозом. Когда мы его видим в посевах? Да, и когда делать самый главный момент? Когда мы его видим в посевах? Как раз четвертый тройчатый лист, пятый тройчатый лист, начало ботанизации, как раз перноспороз проявляется, раскрывается в полной мере. Мы приходим в посев, видим вот этот вот налет, так называемый, да, споролиционный на листьях. Но есть несколько нюансов и важных моментов. Гриб – это псевдогриб, это не гриб. Он ближе к растениям, наверное, с точки зрения генетики, к бурым водорослям. Из класса оомицетов их там несколько, и питиум, и фитофтора, и вот он как раз возбудитель ложной мучнистой росы. И особенность этого заболевания в том, что имеет две формы распространения. Одна из них диффузная. Та форма, которая проникает из почвы, из растительных остатков, зооспора, проникает в молодое неокрепшее растение, заражает его. И первые признаки вы как раз и увидите ближе к четвертому, пятому листу, ближе к началу цветения уже больных растений. И если ничего с ним не делать на этапе защиты семян, то в дальнейшем ситуация будет понарастающая, как снежный ком, только усугубляться. По поводу защиты семян, самым эффективным, общепризнанно эффективным действующим веществом, если мы говорим про молекулы, соответственно, это мифеноксан. Старый добрый Апронголд, которому там 35 лет уже, да. Его молекула, вы знаете, наши препараты давно пользуются ими. Это решение Максим Голд, это Максим Адванс в решении, там, Крузер Макс. Они все в составе имеют мифеноксан. И кто был в этом году на ВАУ Вайбрансе, на мероприятии чудесном, которое проходило летом, на запуске препарата Вайбранс Голд. Хочу сакцентировать именно на нем внимание, потому что специально в этот препарат, в том числе мифеноксама, в 2,5 раза больше добавлено кратно в минимальной дозировке, чем в старом добром Максиме Голд. Как-то так. Ну вот про диффузную форму я рассказал, то, что происходит из почвы заражения. Ну не только из почвы, Гриш, потому что на семенах тоже зачастую, особенно если очень влажные условия складываются, мы можем получить и пораженные семена. И у тебя здесь, кстати, на фотографии тоже они изображены, потому что не только зооспоры из почвы, но и семена тоже источник головной инфекции. Абсолютно верно, я с тобой согласна, что диффузная форма проявления, мы с ней боремся с помощью обработки семян в первую очередь. И если вы видите это заболевание на очень ранних этапах на своих посевах, то тут, конечно, в первую очередь вопрос именно к обработке семян и к тем действующим веществам, которые были использованы для этой обработки. Есть и другая форма проявления заражения. Это локальная или вторичная форма заражения этим заболеванием, когда происходит перезаражение растения друг от друга. Здесь уже источник инфекции немножко другой, к анидии. И здесь, конечно же, обработкой семян мы уже этот вопрос не решаем. Во-первых, проявляется он гораздо позже, как правильно коллеги сказали, уже ближе к цветению и так далее. То есть здесь, конечно, необходимо предотвращать такое перезаражение вторичное с помощью фунгицидных обработок. Но сразу следует сказать, потому что вопросов всегда очень много, вроде оомицет и как же тут работать с стандартными фунгицидами. Все вы прекрасно знаете, я думаю, что многие из коллег в обязательном порядке вам говорили, что такие ДВ, как триазолы, на этот класс патогенов не действуют от слова совсем. И здесь лучше всего применять фунгициды, которые имеют антиспорулянтную защиту, а это стробиолурины, карбоксамиды. И лучше всего, конечно, такие фунгициды наносить профилактически. То есть это, наверное, основные моменты, которые нужно понимать, когда планируешь защиту именно от этого заболевания. Но все было бы так просто, если бы только эта болезнь встречалась. Поэтому, конечно, фунгициды лучше использовать комбинированные. Спасибо большое, Елена. Но вот другие болезни тоже волнуют. Расскажи, пожалуйста, это заражение здесь рано происходит, болезни второй половины вегетации, ближе ко второй половине вегетации. На самом деле, вначале не только ЛМР может поражать заболевание. Коллеги абсолютно правильно перечислили такие болезни, как септориоз, который мы, понятно, в зависимости от сорта можем встречать в той или иной степени. То есть сортовая устойчивость к этому заболеванию тоже прослеживается. Но, как показывает практика, по крайней мере, в условиях региона Центр, дальше приморадиальных или первого, второго, троечного листа, по крайней мере, то, что мы наблюдаем, эта болезнь не поднимается. То есть пока еще такой огромной угрозы септориоз в регионе Центр, возможно, не везде имеет такое большое значение. Но на самом деле достаточно часто у нас стало встречаться, и сегодня тоже коллеги говорили, пурпурный циркоспороз. В чем сложность и проблематика? Во-первых, в 2019 году эта болезнь внесена в единый перечень карантинных объектов. Это во-первых. Во-вторых, диагностика, а самый диагностический признак на растении – это окраска растений в виде фиолетового пурпурного цвета – достаточно трудная. И зачастую производители путают его и с какими-то механическими потертостями, это реально можно спутать, с механическими потертостями. Многие начинают фантазировать, что недостаток каких-то элементов у культуры, какие-то солнечные ожоги. То есть диагностика действительно затруднена. Но, тем не менее, это гривное заболевание. Возбудитель, вы видите, это циркоспорки кучи. И вредоносность достаточно высокая, потому что доказано уже, и по научным данным мы видим, что в полях это наблюдаем, что это заболевание приводит к преждевременной дефолиации, или, говоря по-русски, о падении листовой поверхности. И, естественно, мы с вами что получаем или не получаем? Нормального налива, да. То есть за счет фотосинтезического аппарата, который, в общем-то, отсутствует или его остается значительно меньше на растении, мы получаем недоналив. Но кроме листьев болезнь поражает еще и бобы, и впоследствии может переходить на семена, да, и окрашивать их тоже вот в такой цвет, что снижает не только посевные, но и товарные качества. СОИ, а цветность зерна тоже достаточно важная. Сегодня слышала, как минимум, от коллег, которые выступали на пленарной части. Но это малая толика тех болезней. Абсолютно правильно сегодня было уже озвучено, что большой интерес в последнее время производителей у вас, в том числе, к склеротине все-таки, прикован. И это действительно так, потому что интерес к этому заболеванию связан с… Ну, вообще, рассуждать можно много, да, но некоторые причины уже сегодня тоже озвучивали, потому что, во-первых, вот склеротиня, который вызывает… Гриб, который вызывает склеротиню на сои, склеротиня склеротиону, вы все прекрасно знаете, кроме сои поражает еще достаточно широких хозяин, да, это и подсолнечник, это и рапс, это и большое количество сорных растений, которые вы, кстати, сегодня уже называли. Вот. И, естественно, если эти культуры насыщены в севообороте, мы сами прекрасно понимаем, что при благоприятных погодных условиях вот этот инфекционный запас в виде образовавшихся склеротций может пополняться практически ежегодно. Даже если снизить, минимизировать эти культуры, да, дополнительные резерваторы, мы все прекрасно знаем, тоже все умные люди, читаем литературу, учились все, что жизнеспособность этих склеротций, если они уже есть в почве, сохраняются сколько лет? Шесть, восемь, очень долго, да, остаются спокойно жизнеспособными. Поэтому очень такое достаточно серьезное заболевание. Кроме того, потери значительные, потери в прямом выражении, когда мы видим на полях значительные выпады растений. В целом наши научные данные говорят о том, что в процентах это от 30 до 100 процентов, но вот если мы обращаемся к канадским данным и данным США, они считают, что увеличение распространения склеротиней в поле на каждые 10 процентов с поля уносят минимум полтора, три с половиной центнера урожая сои. Ну, по крайней мере, у них такие, вот так они посчитали, такие цифры, может кому-то в абсолютных цифрах считать потери более удобно. Ну, и почему еще раз повышенный интерес к этому заболеванию? Потому что достаточно сложная борьба с ним, и очень бы хотелось изобрести и предложить вам какой-то волшебный инструмент, волшебную таблетку, которую вы бы взяли, да, и эту проблему решили. Но мы все сами взрослые люди, мы все сами производственники, и понимаем, что подход к решению склеротинейоза должен быть комплексный. Не знаю, можете согласиться со мной, можете не согласиться, но данные свидетельствуют о том, что сорта более раннеспелые могут за счет того, что раньше происходит светение, а это самый критический период заражения этим заболеванием, могут уйти или как минимум меньше поражаться этим заболеванием. Согласны? Да, но вот мы, например, с Гришей буквально неделю назад тоже уже об этом разговаривали, и даже раннеспелые сорта, если сдвинуты сроки сева, если все равно сложились погодные условия, и на поле конкретно есть источник инфекции, даже раннеспелые сорта тоже достаточно серьезно могут поражаться этим заболеванием. Защита семян, Гриш, может, ты прокомментируешь что-то, есть что сказать? По защите семян мы все понимаем, что у грибов плюс-минус схожие циклы развития, хоть и склеротиней, вот на примере переноскоров, плюс-минус такая же история, значит склеротция, которая в почве прорастает мицелием, тянется гифами гриба к молодым растениям, может поражать, уничтожать, всходов просто не получим. Дальше, при том, когда складываются условия уже более благоприятно, сформирует плодовое тело, так называемые апотеции, апотеции выпускают аскоспоры, и дальше эти аскоспоры уже входят в отчину Елены, и она продолжит рассказывать. Да, как это, два путя есть. Да, два путя. Ну и соблюдение севооборота. Понятно, что исключить культуры, минимизировать выращивание культур резерваторов, которые могут восполнять этот инфекционный запас. Канада говорит о том, что хотя бы на 3-4 года, мы понимаем, что исключить совсем развитие этого патогена с помощью севооборота невозможно, но хотя бы 3-4 года не возделывать похожие по восприимчивости к этому заболеванию культуры, как минимум хотя бы снизит уровень инфекции. Я вам больше скажу, даже если соблюсти все эти пункты, исключить полностью развитие появления склеротиниоза на конкретном поле, ну практически тоже может быть невозможно, если сложатся погодные условия. Но все вот эти меры, они как минимум могут сократить процент распространения или развития на конкретном поле. Мы можем их соблюдать или не соблюдать, но исключение каждого из этих пунктов и даже соблюдение, еще раз говорю, всех этих пунктов, если погодные условия сложились, если уже годами накопилось большое количество этих склеротций, ну может, к сожалению, не исключить возможность появления этого заболевания. Что касается обработки почвы, организации растительного покрова, ну обработка почвы, кстати, тут тоже много спорных моментов на самом деле. Опять же считается, если на поле первый раз мы столкнулись с тем, что интенсивно достаточно много это заболевание поразило в первый год, то рекомендуют провести спашку с оборотом пласта для того, чтобы чисто механически поместить эти склеротции на более глубокий слой хотя бы 10 сантиметров и ниже, потому что все, что находится в пределах 5-сантиметрового слоя, будет прорастать, как Гриша уже говорил, давать апотеции и вот эти аскоспоры. Организация растительного покрова. Про что тут? Про то, что достаточно популярно использование, снижение, опять же, развития склеротиниоза, широкорядный посев, потому что создаются просто проветриваемые, скажем так, условия, то есть не создаются дополнительные влажные условия, что может способствовать этому заболеванию. Ну, контроль сорняков вы сегодня, кстати, назвали все до одного сорняка, которые могут быть природными резерваторами этого патогена. Это и марь белая, и щирица, и водяк полевой, и, в общем, вот эти все. Это даже, наверное, не половина тех сорняков, которые я назвала, которые могут быть резерваторами природными. Поэтому, конечно, контроль сорняков – это тоже мера по снижению этого заболевания. Если соя выращивается на орошении, тут как минимум рекомендуют снижать количество поливов именно в критическую фазу – это фаза цветения. Тоже важно понимать, что фунгицидная обработка должна быть точно не куративная, лечебная, а должна быть профилактическая, и фаза для конкретно контроля склеротиниоза – это ботанизация, начало цветения – это самый оптимальный период. Канадцы даже одной этой фунгицидной обработкой зачастую не обходятся и повторяют ее уже после 14-21 дней, в зависимости от того, чем работают. Несколько слов буквально о том, какие родители наши специалисты находили на полях, в том числе и в Центральном Черноземье. Для общей информации я хочу слово передать Маргарите. Маргарита, прокомментируй, пожалуйста. Да, спасибо. Действительно, если говорить о том, что у нас встречается наиболее часто на полях, как Юля уже сказала, в прошлом году отмечали ростковую муху, паутинного клеща, и этот сезон повторяет тенденции прошлого. На самом деле, очень интересные данные, потому что это взято не по ощущениям, как мы обычно говорим, что вот это вот летало, вот это вот присутствовало, а это данные из Крупвайс, системы, которая есть в компании Сингента. Соответственно, это все реальные случаи, которые отмечали на полях наши технические специалисты, торговые представители, либо же сами хозяйства, которые подключены к этой системе. И действительно, в этом году ростковая муха также присутствовала, на втором месте вот паутинный клещ, также большое количество табачного трипса замечали, совки, ну, совка, понятно, каждый год практически встречается, и ягодный клоп. Тоже из тех вопросов, которые собирали предварительно, были действительно вопросы про ростковую муху, но я бы хотела, наверное, больше остановиться на клеще, так как с ростковой мухой это история больше про протравливание семян, так как это тот вредитель, который вредит на ранних стадиях прорастания сои. И, соответственно, для того, чтобы обеспечить защиту именно от него, здесь важно добавлять еще и инсектицидную составляющую протравливания. И наиболее лучшим решением будет применение чего-то из неоникотиноидов. Ну, в частности, это может быть имидоклоприд, теми таксам. А по поводу паутинного клеща почему хотела бы остановиться? Потому что, во-первых, это не насекомое, да, тоже, если касаемся немножко биологии, клещи у нас относятся тоже к членистоногим, но это паукообразные, и, соответственно, не все те продукты, которыми мы привыкли бороться именно с насекомыми на полях, будут также эффективно воздействовать на клеща. А также стоит отметить проблему его диагностики, так как достаточно маленький вредитель, я бы даже сказала, очень маленький. Мне, как человеку, с не очень хорошим зрением было достаточно сложно его увидеть, когда я первый раз поехал на обследование полей. И, соответственно, для того, чтобы проводить диагностику на наличие клеща и проводить ее грамотно, конечно, лучше использовать какие-то дополнительные приборы, то есть увеличительные стекла, микроскопы. Также один из важных моментов – это то, что его зачастую легко спутать. То есть если мы не идем в поле, а просто смотрим со стороны, вот как, например, показано на этой фотографии, мы видим здесь желтые очаги, и сказать со стопроцентной вероятностью, что это, не зайдя в поле и не посмотря, непосредственно на листе, мы не можем. То есть это может быть недостаток влаги, это может быть нехватка микроэлементов, но точно так же это может быть и клещ. Соответственно, когда мы предполагаем, что у нас может быть клещ на поле, мы идем, просматриваем, просматриваем сою желательно на нижних ярусах, так как он предпочитает там локализоваться, и обязательно смотрим с нижней стороны листа, так как тоже он ест, питается, размножается на нижней стороне листа. Еще один важный момент, это вот тоже про очаговое, по-моему, кто-то сказал распространение про клеща, тоже важно отметить, что зачастую он по краю поля находится, но из его биологии мы можем еще увидеть, что у него достаточно быстрое распространение, и даже если его заметили сначала только на краю поля, он может очень быстро размножиться и распространиться на все поле. Здесь на слайде я привожу информацию о том, за какой период времени у него происходит развитие от стадии яйца до полувозрелой особи, и тоже важно отметить, что изменение температуры, а именно повышение ее, оно благоприятно влияет на скорость развития. Вот на таблице слева, для меня слева, для вас справа, вы видите, что при температуре плюс 25 градусов у него развитие происходит за 13 дней, но при повышении всего лишь на несколько градусов до 30, мы видим, что скорость развития от яйца до полувозрелой особи проходит за 10 дней. Если в количестве дней, да, там это может казаться не таким уж большим, да, там всего лишь 3 дня разница, то в процентном соотношении мы понимаем, что скорость становится быстрее на 30%. К чему это приводит? К тому, что клещ размножается быстрее, соответственно, может произвести большее количество поколений, соответственно, его вредоносность и заселенность на полях будет выше. Ну и вот по поводу температуры, тоже привожу комментарий о том, что высокие температуры, они для него благоприятны, соответственно, июль-август это наиболее такие опасные месяцы, когда его численность может резко возрасти. При каком количестве контролировать уже необходимо? По историческим данным считается, что при наличии 2-3 особей это будет являться уже порогом вредоносности, когда целесообразно обрабатывать. Но в последнее время мы приходим к выводу, что даже наличие одной особи уже является поводом для того, чтобы задуматься о том, что нужно провести обработку. И так как уже сказала о его особенностях питания, это также еще и влияет на эффективность применения аккорицидов, так как клещ располагается на нижней стороне листа, мы при проведении обработки чаще всего попадаем все-таки на верхнюю сторону. И здесь еще из этого же следует следующий момент, то, что большинство аккорицидов являются контактными. Соответственно, если у них нет системной или трансламинарной активности, они не попадают внутрь растения, не попадают на сам вредный объект, соответственно, не могут на него подействовать. Здесь собраны все те действующие вещества, которые присутствуют на территории Российской Федерации, которые применяются для борьбы с клещом. Условно это можно разделить на три части. Первая – это действующие на нервную и мышечную систему, вторая группа – это действие на дыхательную систему, третья – действующие на рост и развитие. Здесь также приведено именно место действия, сами действующие вещества и как раз-таки наличие трансламинарного передвижения по растению. И вот тоже важно отметить, что среди такого большого количества действующих веществ, именно обладающих трансламинарной активностью, их не так много. Это диметаат, абамектин, а также спиромезифен. Если говорить о том, какие у нас действующие вещества наиболее представлены, наиболее популярны, кому отдаётся предпочтение, это как раз-таки абамектин, пропоргит, спиротэтромат. Вот в последнее время стали замечать гекситиазокс также, что набирает популярность.